Говорит ал-хадису сабиу от тисун ба'далмия, 197-й хадис книги. Ан-аби Убейдин маула бни Азхара, 8-го, Са'ат ибн Убейд, قال. Говорит от Абу Убейда, вольноотпущенника ибн Азхара, которого звали Са'ат ибн Убейд, сказал. Шагид туль-ида маа Умара бнил-Хаттаб, радия Аллаху ануху, факал. Однажды я совершал праздничный намаз за Умаром ибн-Хаттабом. И Умар ибн-Хаттаб сказал. Эти два дня посланник Аллаху запретил держать уразу в них. Говорит тот день, в который вы разговляетесь, после того дня, в который вы держали уразу, то есть имеется в виду праздничный день, после месяца Рамадан. Говорит у аль-йому ахар, аль-лазита кулина фиги мин нусу кикум. И второй день, другой, в который вы кушаете из вашего жертвоприношения. То есть это хадис у Бухарии и Муслима. Умар ибн-Хаттаб этим самым что сделал? Разъяснил мудрость, почему запрещено держать уразу в день разговения и в день жертвоприношения. В день разговения почему держать запрещено уразу? Потому что этим днем ты как бы показываешь всем, что этим днем закончилась ураза месяца Рамадан. А если ты тоже в нем будешь держать уразу, будет это непонятно. А что касается дня жертвоприношения, то этот день специально выделен для еды и питья. То есть в этот день люди приносят жертвоприношение. Если бы люди держали в этот день уразу, то какая польза была бы от жертвоприношения? Говорит, какой вообще смысл этого хадиса. «Аиду-ль-фитр, уаиду-ль-нахр, хумал-аидан, аль-исламиян». Говорит, день разговления и день жертвоприношения являются двумя исламскими праздниками. «Ал-лядани, джа'алахума, ашари, аль-хаким, аль-карим, яумей, фарах, васурур». Который наш законодатель мудрый установил как два дня ликования и радости. «Ва-бахджа, ахубур». «Бахджа» это как великолепие, тоже как радость. И «хубур» тоже радость ликования. То есть все эти слова являются чем? Являются синонимами. Говорит, «Яти фиима, аль-муслимун, ануа, аль-мута, аль-мубаха, минал-акал, ва-шурб, аль-либас, ва-зина, ва-гириха». Говорит, в эти дни мусульмане совершают различные виды мута. Мута аль-мубаха, то есть как бы разрешенного мута, разрешенного наслаждения. Говорит, из еды, из питья, из одежды, из украшений и тому подобное. «Ва-кад-хуррима, сау-магума». Поэтому, говорит, эти два дня являются запрещенными. Еще почему? Потому что день разговения – это завершение уразы. Подобно саляму после намаза. Правильно или нет? То есть, и когда ты дашь салям после намаза, ты дальше еще намаз читаешь или нет? Все, перестаешь намаз читать, и что делаешь? Начинаешь совершать различные движения и тому подобное, показывая, что ты больше не в намазе. То же самое говорит здесь. День разговения относительно меньше уразы. Уразы подобен чему? Саляму после намаза. Говорит, «Вали анна л-абха, йому л-акль, мин ад-даха и вал-гадая». А также потому, что день жертвоприношения является днем еды из жертвенных животных. «Ал-лити аммар Аллаху Та'ала бил-акли минхума». «В эти дни Всевышний Аллаху Та'ала приказал есть из этого мяса». То есть, приходит в хадисе, «Айяму ташрик, день разговения тем более, день жертвоприношения тем более, сказал, что является Айяму акрин лашур вазикрин лилля. Так являются днями еды и питья и поминания Всевышнего Аллаху Та'ала». Говорит нам, какая разница между абха и между хади. Кто скажет? Сказано, «Бахая вал-гадая». Нужно кушать в эти дни из мяса бахая и из мяса хадая. Бахая это? Хади это то, что отправлено куда? Отправлено к Каби. А абха это что такое? Это животное, которое зарезано в день жертвоприношения. Говорит, «Все люди в эти два дня являются гостями Всевышнего Аллаха, поэтому необходимо принять его гостеприимство и разговиться в эти два дня». Говорит, что берется из этого хадиса. Первое, «Тахрим» запрещено сдержать в разу в два дня, то есть в день разговения, в день жертвоприношения. Этот запрет является строгим, то есть не просто нежелательность, но запрещено. Второе, «А если человек дал обет держать урозу, допустим, в четверг?» И так получилось, что в четверг пришелся на праздничный день или на день разговения. Совершает урозу или нет по обету? В этот день не совершает урозу. Почему? Потому что такой обет является недействительным. И возмещать его тоже не является обязательным. Далее, «Инна сома фиима ла ян'ақит фалай асух». Видишь, уроза в эти два дня вообще не является начатой. То есть, если человек ее начнет, то она не начинается, как бы не вступает в свои права. Фалай асух. Поэтому не является действительной, если человек ее продолжит и совершит. Сава кана ликаба аунафль ауназар. Без разницы. Почему он держит урозу в этот день? Возмещает вот этим самым урозу в дне Рамадана, или он делает это как нафль, то есть добровольная уроза, или по обету. В любом случае, эта уроза является недействительной. Тайб. В этом хадисе указание на причину или мудрость запрета держать урозу в эти два дня. В этом указано в хадисе. В нем приходит указание, что праздничный день разговления, это такой день, которым завершился месяц Рамадан. Поэтому для того, чтобы границы обязательно урозы отличались и разделялись от других дней, говорит, что бельфитр. Необходимо что сделать? Необходимо совершить разговление. Так же, как пророк, саламу, запретил держать урозу за один и за два дня до Рамадана. Помните? Запретил держать урозу за один и два дня до Рамадана, то есть последние дни, кого? Месяца Шабан. И, соответственно, первый день месяца Шаваль. Так же держать урозу запрещено. И этим самым достигается то, что уроза месяца Рамадан четко выделяется от остальных дней. Говорит, Потому что это день жертвоприношений, который приказано кушать. Поэтому человек должен стремиться выполнить этот приказ. Чтобы и должен употребить из благой пищи от Всевышнего Аллаха, и его удела. И является чем? Не является проявлением твоего нрава, и негодица, отворачиваться от гостеприимства щедрого, то есть от гостеприимства Всевышнего Аллаха. И последнее, четвертое. Так, то есть желательно хатыбу, то есть тому, кто делает хутбу в праздничный день, желательно ему напомнить некоторые постановления, которые касаются с этими днями. И вообще, во время различных проповедей, будь то пятичные или праздничные, то есть хатыб должен стремиться рассказывать людям то, что или в чем они нуждаются, и что подходит для них. Ясно или нет? То есть он не должен рассказывать им совершенно посторонние для них темы. Допустим, если подавляющее большинство людей в мечети бедняки, или все бедняки, не стоит им рассказывать про закат, и про величие раздавать садака и тому подобное, так как они сами не знают, где бы садака взять. Так, не то, чтобы раздавать кому-то другому. Но в этом случае им надлежит что рассказать? Рассказать про благо бедности, о том, как сподвижники также терпели бедность, и что за это великая награда, и что они зайдут в рай раньше, чем богачи за 500 лет, и тому подобные хадисы, для того, чтобы подбодрить их и поддержать их. Субхану калалаву и хамду. Кашану ла и ла и ла и ла и ла и астахфару ла и ла и ла и ла и астахфару ла и ла и ла и ла и ла.